Если вот мы говорили о воде во вводной лекции, то ведь сейчас круговорот воды в природе, он определяется не так, как нас учили, знаете, значит, вода испаряется в облаках, падает дождик, речка течет, опять испаряется, нет, это только как бы если сравнивать кровообращение человека, то получается так, вот у человека есть сердце, и есть верхний контур кровообращения, и нижний контур. Так вот, нас учили с точки зрения воды и круговорота ее в природе только верхний контур кровообращения, и здесь только 15-20% воды, а основная масса воды крутится внизу, внутри планеты. И вот эта масса воды, получается, что, в частности, почему говорят о кризисе и ведении войн за воду, люди выбрасывают все эти отходы в реки там и так далее, фильтры, то есть печень земли, она забивает с этими отходами, ну вот как в автомобиле бензин, да, значит, фильтр забивается, и автомобиль глохнет. Вот скоро так может наступить с водой и с человечеством, не будет воды, наступит коллапс, то есть бах, трах и вообще кризис, и который уже и дальше его повернуть-то нельзя. Но люди даже об этом не задумываются. И ученые, некоторые только выходят, предупреждают, а правителям некогда тут, ходят тут всякие экологи какие-то, значит, мешают творить великие дела, поймаешь тут мы вот. Продолжение следует...